друзья всем привет наша лоля беременна и я уже замучилась плясать с бубнами для того чтобы ее хоть как-то чем-то покормить у меня есть уже всякие разные корма и плюс еще я насушила мясо и вот так вот и и пытаюсь кормить вот этот вот специальный корм для беременной мамы и детей я и даю с рук она его не ест потом другой корм я просто взяла размочила водой о это роял конин размоченный здесь сушеная курица и сушеное мясо я делала вот такой специальный говяжий микс на случай если у меня у кого-то начнется токсикоз вот когда я кормлю лолю я всех собак убираю чтоб они не мешали и жду чтобы она хоть что-то перекусила потому что когда ну в желудок что-то попадает потом уже кушать легче помню себя беременной а на улице если мы идем с ней гулять на улице она на свежем воздухе кушает лучше и я ей даю вот такой корм который для мамы и деток он более жирный и более питательный а в дома она его не хочет хотя вчера ела вот так вот мы сейчас кушаем каждое утро самое главное чтобы деточки были здоровенькие да лоленька многие кинологи наверное скажут что это не очень хорошо давать собаки разную всякую еду да потому что у каждого корма своя формула но деваться мне некуда и надо чтобы она хоть что-нибудь покушала а еще я вытащила утиные горло размораживать чтобы дать ей тоже погрызть утиные шеи отлично разморозились и я их положу в сушилку и посушу для собак собачки очень любят сушеные шеи грызть и общей сама их есть люблю смотрите он видите сколько мяса эти шеи сварить или пожарить с лучком с чесночком очень-очень вкусно конечно эти шеи можно и сырые давать сырыми собачки их тоже любят но я хочу посушить чтобы не погрызли так ставлю на 12 часов и на 65 градусов через 12 часов шейки будут готовы воле тоже там свеженькую погрызть а то она и так плохо кушает и закрою в переноски чтобы другие не беспокоили а то все бы быстрее съедят и будут у нее тырить сейчас тебе тоже да все всем дала вкусняшки яра там грызет блоки ест в домике а вон кубася кушает на своем месте и обязательно дам ларочки отрезала с шеи мясо но там самое вкусное и нежное и дала ей друзья плохие новости вы представляете ни с того ни сего вдруг я купалась и отключилась горячая вода вышла смотрю вот так вот мигает бойлер вот бойлер так здесь есть номер телефона сервисного центра куда можно позвонить в корее вообще на всей технике есть номера телефонов он видите что в случае чего можно позвонить также на холодильниках там на телевизорах вот я конечно попробовала выдернуть и сети его и обратно включить но он не заработал поэтому нужно вызвать мастера все я вызвала мастера он приедет только завтра потому что сегодня рабочий день уже закончен и приехать они не смогут но ничего страшного дождемся до завтра ну надеюсь в этой ситуации меня выручит моя подогревающаяся электрическая простынь она у меня вот здесь под простыню вот видите она какая здесь вот видно что проходят эти провода их внутри в общем очень много вот и когда я на ней сплю вот этого вот звука проводов знаете не слышно вот поэтому у меня как-то была другая электрическая простынь и вот знаете слышал слышала прям такой звук проводов в гул вот этот и мне не нравилось здесь я его не слышу конечно я сплю на ней уже года четыре вот я ее стирала она стирается поэтому видите она уже не такая прям супер новая вот здесь есть несколько режимов вот так вот нажимаешь я в основном сплю на единички вот здесь есть режим до семерки то есть вообще когда будет очень холодно можно поставить прям на очень горячий режим но не требовался потому что в самое холодное время года я максимум ставила на тройку потом выключала потому что было очень жарко так какая фирма я не нашла потому что эти я же уже ее стирала и все вот это вот название все стерлась но я прям очень ее рекомендую для людей у кого дома холодно я помню в наше время когда таких простыней не было мама просто брала горячую горячую воду в бутылке полутора литровая набирала и клала в постель для того чтобы хоть как-то ее подогреть а сейчас видите вот такая штука простынь и очень удобно на ней спать у детей тоже есть но миланка не подогревается она не мерзляка а я мерзляка и мне очень холодно поэтому я всегда зимой себе включаю все надеюсь что мы не замерзнем и простынь нас выручит она уже такая простынь меня выручала когда я увозила в 2009 году детей в россию и у нас сломался бойлер у нас не было денег их починить представляете но его то есть этот бойлер там стоило около 500 долларов у нас таких денег не было и все и горячих полов у нас не было вы не представляете как мы мылись подогревали газ то был подогревали воду я мыла голову и когда ходила к подружкам просилась грудь очки можно я у вас голову помою потому что я тогда вообще не знала что происходит и что делать ну потом мы его починили но всю зиму мы прожили без теплых полов это было конечно капец но здесь всего лишь один денечек потерпеть короче я с мокрой головой бегу к подружке чтобы смыть хотя бы все это дело привести себя в порядок все же есть конечно хорошо что сегодня на улице не холодно прям нету таких морозов поэтому ночь мы переночуем я так думаю нормально господи хорошо что у меня есть подогревающиеся простыни друзья нам очень повезло что на улице не холодно идет дождь такая знаете осенняя прям погода и абсолютно было не холодно мы спали с выключенными полами подогрели только эту подогревающийся простынь и было очень даже вполне терпимо я почему-то думала что все мы замерзли миланки говорю дочь иди со мной полежи друзья пришел ремонтник и чинит нам бойлер сказал что сломался какой-то сенсор вот он сейчас его поменяет починка будет стоить 80 тысяч ура ура бойлер починили опять будет тепло в нашем доме горячая вода и теплые полы боже мой как это важно для человека чтобы было дома тепло а мы продолжаем токсикозить лолечка и лолечка кушает корм локи с рук потихоньку давай все не хочешь уже давай кушай а все сидят в клетке чтобы не мешали лоли кушать как только лоля покушает хотя бы хоть что-нибудь потом ее уже кушать становится легче да и вы будете тоже есть это кубик яра и новый мальчик локи ты моя конфетная конфета конфетная сладкая конфет очка моя чё у тебя тут на глазку ты моя токсикозная собачина давай вот эту покушаем вот этот корм хороший что-то ничего метам такого нет давай вот этого еще кормика покушаем немножечко нет как мне мама говорила всегда может тебе говна на лопате дать козье мне отказалась кстати шейки готовы утильные смотрите какие красивые чуть позже я дам собачкам видите как они посушились повялились я здесь делала креветки очень получилось вкусно но здесь можно делать хоть что тут написано вот видите можно и фрукты и овощи и мясо и все что хочешь ну и как всегда по традиции что-то одно не ломается сломался бойлер кран в ванной чайник вообще мне пришлось все починить и заказать новый чайник чайник я купила решила купить умный электрический он сам умеет делать компоты подогревать воду ой еще одна коробка этот чайник мне посоветовали подружки сказали возьми очень удобно им пользоваться я пришла последовать совет ухты какой красивый панель и штука для заваривания заварки или всяких компотов и вот такая вот крышка так здесь можно подогревать потом поддерживать температуру смотрите даже для детей подогревать бутылочки можно ухты какая прелесть мне такой нужен вы так значит ставится чайник сюда вот такая крышка конечно не очень удобно открывать нужно крышку наливать воду здесь мне было удобнее вот так вот взял открыл одной рукой ну ладно два раза я покупала этот чайник один раз но не сломался второй раз он стоит недорого он стоил около 20000 вон этот чайник стоит 38 с копейками ну округлим 39 так я так понимаю что эту штуку сюда мы наливаем насыпаем заварочку или какие-нибудь фруктики для компота для какого-нибудь морса вот так все ставим и у нас каждый день свежий компотик или чай как раз рядом с ушкой у меня есть место и этот чайник сюда прекрасно вписался налила воды так ну что стоит делать 30 секунд как пользоваться ли они это один раз так в общем все сообразим методом тыка я так понимаю в общем у меня такое чувство что все из нашего дома надо уже переезжать потихонечку все идет к тому что там сломалась здесь сломалась тут сломалась и надо переезжать контракт у нас продлен дом октября надеюсь что до октября 2023 года новую квартиру я найду все чайник вскипел как обычно знаете такие простые вещи но так очень радуют так все разобралась значит нажимать нужно вот сюда выключить потом включить нажимать на меню и все он переключается сам на разные режимы например я хочу чтобы чайник постоянно был температурой 60 градусов все и он будет подогревать чайник держит температуру в течение суток но это можно функцию эту выключить чтобы не мотать свет дорогой жарить мясо многие подписчики спрашивали куда он делся долго в давно его не видели и разошлись ли мы с ним все нормально все на месте кодов сады и муроба стоял по воде дать и по ягнисты няму это говядина и все есть у нас вот такое тонко порезанное мясо как это сказать правильно стружка что мы его пио люди то очень и и тоже по заре а нам уча люди мало па а вот киго мого а а а а Говядина жарится очень быстро буквально 2-3 минуты и все и можно уже кушать я конечно не очень люблю такое чуть-чуть пожаренное мясо я люблю чтоб она побольше поджарилась говяжья стружка жарится очень быстро тоже несколько минут поэтому мой постоянно включает газ выключает чтобы не подгорела чоклян да блин уже цыплитку обляпал еще жарю видите сколько мяса получилось я конечно не очень люблю такое небезжаренное ну ладно вот такие пожаристые я люблю на ранена на 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 вот такой у нас вкусный ужин пивко и конечно мы всегда кушаем мясо с листьями салата с чесноком с перцем в корейской пастой кимчи и кунжутное масло с солью и перцем вот так вот мы кушаем в листик заворачиваем мясо мой макает сначала кунжутное масло потом чеснок перец в корейскую пасту и перец в корейскую пасту и приятного аппетита все мы покушали наелись почти все съели паста вообще улетает на ура очень вкусная но она была последняя больше нет все друзья в общем всем пока подписывайтесь ставьте лайки комментарики тик ток инстаграм не забывайте про наш телеграм всем пока пока упомаривая пока и Продолжение следует... Продолжение следует...